Семья и брак. Издавна в христианской культуре существует правило, кого Бог соединил, того человек не может разъединить. Устарело ли это правило? Только ли Бог соединяет людей в браке? Является ли развод способом выхода из конфликтной ситуации в семье? Об этом мы будем беседовать с пастором Павлом Владимировичем Гончаром. Здравствуйте, Павел Владимирович! Здравствуйте! Давайте обратимся ко временам древности, когда по нашей земле ходил Иисус и говорил свои проповеди и отвечал на вопросы фарисеев. Однажды фарисеи обратились к нему с таким вопросом. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться со своей женой? Отвечая на этот вопрос, Иисус обращает их внимание к самому началу творения, к началу книги Бытие, когда человек был сотворен Богом. И мужчина и женщина получили одно имя – человек, и стали как бы одним существом. И конкретно Христос говорит, «Посему оставит человек отца и мать, и прилипится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В наше время семья – это один из последних оплотов религии и веры в Бога. И можно ли сказать, что сохранение семьи любой ценой является основной задачей церкви? И что так говорит Слово Божие? Ну, вы имеете в виду, нет развода ни при каких обстоятельствах? Ну, возможно, есть какие-то обстоятельства, и мы должны это выяснить в ходе нашей беседы? Ну, любой ценой, конечно, нет. Ну, это, наверное, парабола. Гипербола, извиняюсь. Да, наверное, да. Наверное, гипербола. Ну, если так в общем говорить, с точки зрения здравого смысла, то если брак угрожает здоровью человека, психическому здоровью или жизни его, то это невозможно, такой брак сохранить. Но это с точки зрения жизни нашей, ситуации, которые бывают. Мы не можем жить на земле, как в раю. Брак был создан Богом в раю. Да, при начале творения. Когда человеческая генетика, его сознание, оно не было обременено множеством разных проблем, которые, в общем-то, поколениями накапливаются иногда. Предполагалось, что вечно они будут жить вместе, два человека. Да, но мы живем, в общем-то, в совсем других реалиях, поэтому не учитывать эти реалии невозможно. Ну, если говорить об этом тексте библейском, который вы процитировали, то нужно понимать, что вот эти слова, ну, как и многие другие слова Иисуса, они сказаны в дискуссии с фарисеями. Они не просто сказаны вот как поучение своим ученикам, как вот учитель Иисус стал в классе, значит, сказал, дети, вот слушайте, что я вам скажу. Это не совсем та ситуация. Он сказал в контексте дискуссии с фарисеями. С определенной целью именно им это сказать. Да, им сказал. И вот это очень важный момент. В чем разница подходов, ну, скажем, вот в вопросе брака между фарисеями и Иисусом? Фарисеи считали, что воля Божья исполняется в жизни исполнением правил, такой законнический подход. И исполнить, скажем, заповедь, седьмую заповедь, да, там, прелюбодеяние или о недопущении, там, измены, можно, исполняя какие-то конкретные предписания. Вот что можно, что нет. Если человек официально разводится по какой-то причине и оформляет этот развод, то можно. Можно что? Разводиться, если он исполняет определенные правила. Ну, это подход ко многим вещам, не только это касается брака, например, просто соблюдение субботы. Такой алгоритм создается, если все соблюдаешь? Абсолютно точно. Да, если ты этот алгоритм соблюдаешь, то тогда ты вроде бы и заповедь исполняешь. Иисус был, почему он все время спорил с фарисеями? Ну, не то, что спорил, а спаривал их точку зрения. Потому что его подход был радикально другим, совсем другим. Он говорил о том, что мы не должны увернуться, как бы, от исполнения Божьей заповеди, оправдываясь вот этими нюансами или лазейками, которые нам оставляет законодательство, которое не может быть совершенным. Это был фарисейский путь. Увернуться, как бы вроде бы исполнить, а в то же время не исполнить. Найти лазейку. Найти лазейку. Его подход был таким, что есть принцип, и мы должны стремиться исполнить этот принцип настолько, насколько мы можем его исполнить. И вот именно не столько в исполнении, а сколько в нашем желании исполнить принцип этот, или воля Божия, или заповедь в нашей жизни, вот насколько оно велико, и будет нам похвала от этого. Не от того, насколько мы формально сделали или не сделали что-то, а насколько мы от сердца хотели... От души. От души хотели исполнить вот этот большой принцип. И что касается вопроса брака и развода, то это не технический вопрос, как оформить правильно развод, или в каком случае разводиться можно, а в каком случае нельзя разводиться. Кстати говоря, многие дискуссии на эту тему, они сводятся к вопросу о том, а можно ли в этом случае разводиться или нет, а в каких случаях можно, а в каких нет. Это фарисейский подход. Как будто юристы собираются и решают. А тут вопрос другой, что изначально в раю, в идеальном мире, замысел был такой. Вот он процитировал книгу «Бытие». «Прилепится муж к жене, будет одна плоть, и что Бог сочетал, то того человек не разлучает. Это вот некое такое единение неразрушимо». То есть это разница подходов, и нужно это учитывать. Но опять же, Иисус, когда говорит об идеале, Он снисходит к немощи человека. Он пришел спасти нас. Он не пришел нам провозгласить идеальный закон, и глядя на который, или идеальные правила, или идеальные какие-то предписания, нарисовать какой-то мир идеальный, глядя на который, мы в ужасе отшатнемся и скажем, ну это же невозможно человеку, все мы погибли. Исполнить невозможно. Он не для этого пришел. Он, да, он очертил нам этот идеал, и он пришел нас искупить. Искупить – это значит в перспективе этому идеалу соответствовать. Но в искуплении нуждаются те, кто не могут самостоятельно, сами соответствовать этому идеалу. То есть соблюсти не могут, но могут стремиться. Поэтому нужно человека искупить, нужно его как бы сделать способным, чтобы он прошел этот определенный путь, и Господь его провел через этот путь, и в конце концов он это совершенно достигает. Но наша цель, еще раз я повторяю, Иисус нам на нее указывает, идти к этому идеалу, воплощать его. Но это совсем не означает, что воплощение этого идеала подразумевает наше какое-то самоубийство, или какое-то вот такое вот абсолютное самопожертвование. Потому что все-таки ценность жизни человека, а жизнь подразумевает не просто то, что сердце бьется, а подразумевает некое самоуважение человека, некое ощущение себя личностью, право что-то выбрать, кому-то сказать нет, кому-то сказать да. Вот это подразумевает жизнь. Это все-таки высшая ценность. Ну, для того, что Бог сотворил человека как личность, по образу своему подобию, Он сотворил его как жизнь. И не для того, чтобы он просто вот стал навозом там где-то, да, и умер, и погиб. Поэтому этот вопрос исполнения этой заповеди, он опять же из многих составляющих. То есть, с одной стороны, есть идеал, с другой стороны, есть реальность. И вот между идеалом и реальностью мы с вами живем. Давайте снова вернемся к идеалу, к дням творения, когда появились первые мужчины и женщины и назвались человек. Как вы считаете, есть у Бога какой-то план относительно того, что вот у каждого человека есть своя половинка, и именно с ней он и должен соединиться? Или это просто такой греческий миф, который попал в христианскую культуру, там прижился, и мы считаем, что вот есть такой план, а на самом деле нам подходит любой человек? Ну, традиционно считается брак таинством, то есть неким не рациональным действием, не психологической там совместимости, вопрос не психологической совместимости, а таинством. Ну, мы проще говорим, браки на небесах, да, совершаются, и можно иногда действительно развивая эту тему, представлять себе, что есть некий список, значит, план, и, соответственно, этого плана, значит, человек находит себе там ту или иную половину. Ну, я так не считаю. Мы свободны, созданы свободными для того, чтобы выбирать, для того, чтобы пользоваться в своем выборе здравым смыслом, рекомендациями родителей, своими симпатиями и многим-многим-многим, чем другим. То есть у нас есть выбор, да, и в этой ситуации? Конечно же, не то, что есть, а без него мы бы не были людьми. Ну, как-то роботам не очень интересно быть. В общем-то, право на ошибку, право на неправильный выбор тоже должно быть у нас. и какой-то риск, да, тоже должен быть, и это, в общем-то, вкус придает вообще-то жизни. В том числе и в вопросе выбора. Некоторые люди, партнеры по жизни, некоторые люди и так и не решаются сделать выбор, потому что боятся рисковать, боятся проблемы какие-то в свою жизнь принести. Ну, может быть, на печальном опыте своих родителей или каких-то своих знакомых, друзей и так далее. Да, это бывает. Вы сказали, что человек имеет право на ошибку. И в связи с этим, чтобы перейти к следующему вопросу, хочется процитировать стихотворение Евгения Евтушенко, отрывочек из него, как раз вот об этой ситуации. «Со мной вот что происходит. Совсем не та ко мне приходит. Мне руки на плечи кладёт, И у другой меня крадёт. А то и скажите, Бога ради, Кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. И вопрос такой. Если мы соединились не с тем человеком, который по божественному плану лучше бы сочетался браком с другим, не нарушаем ли мы тем самым как раз заповедь «Не кради». Не кради чужую половинку. Ну, это очень сложно. Откуда мы знаем? Есть ли такое вообще определение для нас с тем или с иным человеком, значит, создать брак? Ну, это невозможно. Конечно, нет. Другой вопрос. Когда мы сознательно разбиваем, как мы говорим, жизнь другого человека и крадём, как вот у Евтушенко, это история его, его личная история. Здесь он описывает свою личную историю. То есть это конкретная история. Нельзя использовать как образец какой-то, как штамп, да? Конечно. Это история человека, его драмы, его семьи. Когда же он потерял свою жену, они вынуждены были развестись, и он переживания свои здесь описывает. Но вопрос развода, острота вопроса, я думаю, лежит в такой сфере честности или нечестности. Люди, может быть, большей частью, большей частью разводятся, предавая друг друга. И вот предательство, вот это самое страшное и самое неприятное вот в этом процессе. Развод это предательство? Или сначала они предают, а потом уже? Ну, это, наверное, взаимо такие проникающие процессы. Потому что и развод предательства, но предательство не происходит сразу, вдруг. Кто-то, значит, кладет сначала кому-то плечи на руки, потом, значит, это заходит еще дальше, дальше, и человек рвет установившиеся связи с другим человеком, может быть, годами уже установившиеся, рвет их. Это причиняет, конечно, большую боль. И пережить это иногда очень трудно. И когда Спаситель говорит, ссылаясь на книгу «Бытие», что человек, что Бог сочетал того, человек не разлучает, я думаю, что в первую очередь он имел в виду эту особенность брака. Люди, проживая друг с другом не один год, они как-то взаимно прорастают. Действительно становится одной плотью. Становится одной плотью во всех смыслах этого слова. И предать как бы свою плоть, свою половину, это очень такое действие, вызывающее страдание, страдание этого человека, который предается. Ну и, наверное, тот, кто предает, тоже его личность изменяется, необратимо. Да, он становится циником отчасти. Его чувство боли, его чувство справедливости, оно притупляется, ему кажется, что это нормально, вот так можно прыгать от чувства к чувству. Когда чувства проходят, то значит все проходит. Но брак – это не чувство. Может быть, чувства играют на первом, а на первой стадии заключения брака основную роль. Но потом они потихонечку отходят на второй план, и это нормально. И тут нужно как бы себя уже контролировать в этом смысле, не допускать появления каких-то новых чувств, которые бы начали привязывать тебя к другому человеку. Это в нашей воле это делать. И я никогда не поверю в то, что вот любовь, она вдруг приходит ни с того ни с сего, с первого взгляда. Это процесс, который происходит внутри. И мы этот процесс направляем. Поэтому вопрос предательства в браке – это такой сознательный процесс, которому человек идет шаг за шагом, постепенно. Он заранее к этому готовится, заранее объясняет себе какие-то моменты, настраивает, оправдывает себя. Потом это происходит. Поэтому вот эта дискуссия между Иисусом и фарисеями в этой плоскости, в принципе, и лежит. Фарисеи говорят, что да, если следовать правилам, то можно оправдать любое предательство. Главное правило исполнить. А Иисус говорит, нет, предательство, оно и есть предательство. Как они часто делали, оправдывали предательство какими-то правилами. Вот поэтому, возможно, ученики, когда услышали, что нельзя разводиться с женой от Иисуса, они сказали, есть такая обязанность к жене, лучше вообще не жениться. Да, потому что они, видимо, были воспитаны вот в этой эронистической культуре, которая правилами позволяла избежать каких-то вот таких вот моментов. Но это вот когда присутствует некая третья еще личность, появляется та, которая уводит или тот, который это делает. А вот бывают случаи, когда этой третьей личности нет, не возникает так называемого треугольника. И вот в связи с этим есть такая цитата из Елены Уайт, она говорила, «Сатана усиленно заботится о том, чтобы те, кто совершенно не подходят друг к другу, соединили свою жизнь. При этом он радуется, потому что таким путем он может причинить человеческой семье больше несчастья и горя, чем каким-либо другим путем». То есть здесь описывается ситуация, когда нет любовного треугольника, но когда люди, как сейчас принято говорить, понимают, что они несовместимы друг с другом, и совместная жизнь причиняет им больше страданий, чем что-либо еще. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Ну, знаете, скажем, ситуация в середине 19 века и ситуация в начале 21 века, да, она немножко отличается. Вы имеете в виду, что Елена Уайт писала это в 19 веке? Ну, к примеру, не обязательно там время Елены Уайта, это может быть любое, там, сто лет назад, да, или пятьдесят лет назад. И, ну, как бы, сразу вопрос возникает, а что значит подходит или не подходит? А кто это определил? Кто? Кто это определил? Хорошо бы нам и разобраться сейчас в этом вопросе. Может быть, это мне так кажется? Или еще что-то? Да. Тут все-таки вопрос воли во многом. Я, конечно, допускаю такие ситуации, когда люди радикально друг другу не подходят. Наверное, это бывает. Вы встречали такие ситуации в своей практике? Опять же, трудно сказать, что я до конца уверен, что это так. То есть вы не можете сказать, вот да, вот здесь точно, но люди абсолютно не подходили, надо было им расстаться. Дело в том, что человек очень такое гибкое существо, и мы даже, будучи, может быть, уже взрослыми людьми, мы можем меняться, мы можем как-то приспосабливаться. И брак – это такая вещь, моделей этого брака существует огромное множество. И мы сами, может быть, создаем какие-то собственные модели взаимоотношений. Вопрос, во-первых, в желании. Хотим ли мы сохранить этот брак или не хотим сохранить? И крупинка за крупинкой, шаг за шагом мы идем или к цели развода, или к цели, наоборот, сохранения брака. Конечно, существуют, наверное, какие-то такие уже, ну, прямо вот, экстраординарные, да, события, но стоит ли их разбирать, я не знаю. изначально можно сказать, что люди разных культур или разных вер, например, да, они запрограммированы на, ну, трудности в семье, да. Ну, какие-то, может быть, болезни, может быть, какие-то особенности психики человека, если человек, например, теряет рассудок, да, или еще что-то. Вот, ну, какие-то такие вещи, наверное, есть. Но в целом, увеличение количества разводов, вот почему я вспомнил, там, скажем, про середину XIX века, в сравнении с тем, что было там времена Елены Вайт или сто лет назад. Кстати говоря, вот Америка, да, это пуританская страна, где вопрос, вопросы нравственной чистоты, в том числе разводов, ну, были одним из главных критериев духовности человека. Человек, человека нельзя было считать духовным, если он не очень нравственный образ жизни вел. Поэтому за этим смотрели очень и очень тщательно, да. Вот если сравнить те времена и наши, даже не обязательно Америку, а, может быть, Россию. Да, в России-то уже все строго было. Да, но по другим, как бы, причинам, по другим немножко причинам. И разводов было гораздо меньше, то есть в разы, ну, может быть, даже в десятки раз. Почему? Может быть, как бы тогда люди больше подходили друг к другу? Да нет, мы с вами знаем, что часто браки совершались просто родителями, которые, и жених с невестой, ну, узнавали друг друга, вот, чуть ли не накануне свадьбы, да. и, может быть, какие-то там люди еще до рождения своих детей уже там заключали какие-то, скажем, планировали договоры, о том, что они должны породниться, да, или, скажем, взять там царей, да. Иногда из политических соображений нужно было там создавать те браки, но эти браки, на удивление, были крепче, чем современные. Да, детей было много в этих браках. Да, поэтому это вопрос, наверное, все-таки самоощущения, как мы понимаем, и на чем наш брак, на чем наш брак основан. Вот, и говорить о том, что я считаю, или я вот думаю, что мы не подходим друг к другу, ну, ну, и что, что ты считаешь? А ты, как бы, то, что ты считаешь, отложив на дальнюю полку и начинай работать над тем, чтобы у тебя снова первая любовь появилась, и это трудно. К маме, да, или к мужу, Да, да, брак, это на самом деле не такая легкая прогулка, это не эмоции, которые мы испытываем, а это, в общем-то, путь, это школа, это труд, труд, который приносит радость, да, но радость, это плод, плод усилия, просто так плод не вырастает, просто так вырастают тернии, и сырники. Точно так же и в браке. Ну, есть какие-то определенные, наверное, правила, так, в общем, если можно сказать, правила построения счастливого брака, счастливой семьи. Если эти правила нарушать, то неизбежно мы придем к печальному финалу. Ну, наверное, основное правило – это не предавать. Да, наверное, основное правило – не предавать, а если как бы глубже копнуть, это не быть эгоистом. Если мы иногда в браке ищем своего, чтобы, значит, мы получали удовольствие, радость, чтобы, значит, я был вот в центре, в центре этого брака. Ну, такой брак долго не будет существовать. Мы должны понимать, что наше счастье напрямую, прямо пропорционально от счастья того, с кем мы живем. И чем будет счастливее человек, с которым мы живем, тем мы будем счастливее мы. И это счастье совсем не зависит от того, что у нас есть или нет, насколько мы, как бы, там, может быть, не то хотим, что мы изначально себе планировали, да, видеть. Нет, это мы должны сделать счастливым другого. То есть не предавая много трудей, самоотверженно, да, ради другого человека. Но если снова вернуться, вот к этой цитате из Елены Уайт, наверное, можно подытожить, что все-таки не сатана сватает людей, а он, наверное, работает над тем, чтобы разрушить уже имеющиеся. когда мы говорим, в данном случае, о сатане, надо понимать о некой такой богоборческой традиции, что ли, ну, мы это называем грехом, да, искаженной, искаженной реальности, следуя которой, ну, семьи, в том числе и семьи, разрушаются и страдают. Они отношения строят не на принципах любви и такого уважения глубокого к своему партнеру, а на принципах эгоизма. Это греховное, последствия греховные. Это то, что сатана вложил, скажем, в тот ген смерти, да, или искаженное представление, которое он вложил в человеческое, в сущность человека. Наверное, можно сказать, что он первый предатель, и главный эгоист, и именно в брак, вот, пытаясь вложить эти свои качества, и тем самым его изнутри подорвать. Ну да, помните, да, когда, как библейское описание, это истории грехопадения, я тут ни при чем. Это она мне дала. Да, да, да. Да. Вот уже первое, да, как бы не по-мужски. Она скажет, да, это я виноват. Ну, мужчина всегда впереди и берет на себя все издержки и проблемы в совместной жизни. Очень ценная мысль, Павел Владимирович. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Итак, является ли развод выходом из конфликтной ситуации в семье. Сегодня мы узнали, что говорит об этом Иисус. Он учит нас быть терпеливыми, самоотверженными и не предавать друг друга. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok